добрый день дорогие друзья в одиночку или вместе вот этот выбор стоит перед нами очень часто или можно сказать слишком часто скажем так очень часто и с вами канал одна австралия и александр петров когда мы говорим об обучении в австралии в вашей эмиграции в австралию у нас есть герои одиночки люди действительности сильные умные с деньгами которые в жизни уже очень многое что совершили и доказали при этом они еще молодые амбициозные казалось бы эти люди имеют все шансы на победу в их деле достижения австралии получение оборудования и в общем-то миграции дальнейшего успеха здесь но существует три на мой взгляд пути для человека чтобы это все осуществить все свои планы жизненные что угодно первый путь это быть героем одиночкой пробиваться самому ни на кого не надеясь и достигать своих целей в принципе все что вы можете прочитать все что допустим на сайте департамента иммиграции все что многие блогеры говорят вам что человек может все сделать один и всего должен добиваться один это первый путь можно с этим согласиться можно не соглашаться вам потом уже досмотрите ролик до конца и вам уже решать да или нет второй путь это система под какого-то человека ну предположим система которая построена под некоторых миграционных агентов под какие-то какие-то под каких-то людей которых вы даже порою не видите есть допустим какая-то воронка продаж какой-то блогер какой-то оборудовательный агент купе с ним какой-то миграционный агент они имеют людей которые делают сайт делают всю эту раскрутку то есть мощная система которая будет выкачивать ваши деньги вы становитесь этой системой частью этой системы неминуемо потому что когда вы уже проплачиваете деньги вы уже становитесь частью системы но эта система подразумевает жесткую центральную власть система в которой каждый человек является донором в большей степени акцептором в меньшей степени то есть здесь система построена на выкачивание из вас что-то да каждую услугу вы должны платить и вы рассматриваете частью системы только когда вы даете 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 практически ничего не получаете взамен если вы получаете вы получаете это на платной основе и при этом при условиях что вы должны платить как можно больше но в этом случае какие прелести этой системы для вас вас эта система точно не устраивает потому что будучи одиночкой вы меньше заплатите а пользы пользы больше получите по крайней мере с вас не будет выкачивается вот это вот денежка порой иногда в насильственном порядке как услуги допустим этих миграционных агентов которые работают такой системе третья система эта децентрализованна в действительности есть люди которые регулируют все люди которые имеют стратегические взгляды на то как этой системе развиваться но при этом они эти взгляды формируют основываясь на ваших желаниях то что система не должна строиться в этом случае против желания самих участников данном случае студентов или иммигрантов и вот этот децентрализованная система это то к чему всегда стремился я я был членом второй системы после этого перешел в герои-одиночки но если брать конкретные допустим возьмите большие очень агентства обрадовательные миграционные там действительности все построено по принципу вторых второго условия и более того обычно туда еще пытаются сбить героев-одиночек если такое получается почему то что люди самодостаточные с них есть что взять люди богатые люди люди которые согласны быть в этой системе согласно быть донорами слишком много у них крови и жизненных соков поэтому эта система что-то им дает но это большинстве так работает то есть большинство студентов иммигрантов идут через такие крупные обрадовательные агентства и крупные миграционные агентства миграционных агентов более-менее раскручены но вы должны понимать кровь ваша будет выкачиваться и чем крупнее агентство тем больше него расходов то есть на воронку продаж надо поделиться с миграционным агентом надо поделиться с теми с этими в итоге с вас забирается очень большая порция крови если у вас этой крови не ограничено если вы очень богатый человек и система уже проверено плане того что по крайней мере не не возглавляют ее люди абсолютно не безран без нравственные и бестолковые то в этом случае ну окей можете это делать мне лично жаба задавила бы чтобы не за что людям платить большие деньги это чувствовалось бы что я я нахожусь в подчиненном состоянии и это одно из самых главных понятий которые самых главных ощущений чувств которые вас обрывает то что очень значительное число из тех как малого числа из малого числа людей которые покинули нашу систему большая часть покинула потому что их не и мне нравилось неполная децентрализация то есть их принципы были наверное больше как нестр иванович махно это полная анархия каждый человек независим никаких стратегических целей никаких норм поведения вот как я хочу так и врачу полная децентрализация невозможно потому что кто-то должен куда-то направлять кто-то должен что-то придумывать или по крайней мере организовывать то есть у нас все задумки которые мы в нашей системе делаем это все задумки практически не мои это то что рождалось коллективным разумом всем всех наших студентов наших друзей и так далее и тому подобное чтобы вам привести пример я скажу религиозный пример возьмем христианство большинство из вас все-таки является той или иной степени христианинами но более того и в исламе и в меньшей степени в иудаизме где-то присутствует то же самое в любой религии но нам христианство ближе и понятнее теперь давайте посмотрим есть жестко централизованные системы такие как классические религии это православие и больше даже степени католицизм шаг лево шаг вправо нет вы будете в этой системе вы будете получать какие-то преимущества но есть папа римский есть епископы есть короче говоря есть огромная система которая забирает огромное количество средств и которые как-то тратятся в меньшей степени на вас а большей степени короче говоря это бизнес и поэтому вы можете видеть нищих православных и при этом у настоятеля или патриарха будет дорогой бригетом за 50 до 80 тысяч евро на руке и это контакт это несовместимо с принципами христианство которая дорождалась как религия людей равны и есть другая противоположность когда человек верует в бога и соответственно все никакие посредники ему не нужны никак он не объединяется и соответственно он имеет полное право делать это он имеет его нельзя осуждать он но он в общем-то одиночка ему тяжело он а он ему не на кого в любой деятельности в спортивном клубе в обществе по интересам в бизнесе мне на кого особенно положиться потому что нету вот это вот единство нету этой системы когда есть система у евреев кстати очень хорошо это развито у армян кстати это тоже развито но я думаю меньше степени у евреев очень организованно туда бы не приехали всегда есть своя община свои люди которые всегда готовы помочь которые ожидают от вас точно того же вот и соответственно система работает она кстати менее жестко организованная и более кстати оптимизирована что касается допустим церквей христианских это обширный спектр протестантских церквей баптийские и евангелистские и так далее церкви где идет все к истокам то есть есть церковь группа людей церковь это группа людей это не храм какой-то просто группа людей единомышленников и эти люди они помогают друг другу они очень бегают как большая семья рот если хотите и в наше время кстати есть не то что гонение на церковь но стараются чтобы церковь не имела вообще никакого влияния и даже люди не собирались как и семья в какой-то степени как и нация в какой-то степени даже как байкеры какие-то все нынешнее общество направлено разъединение людей у нет унитаризация единицы которые ничем не связаны и которыми очень легко управлять группа людей управлять уже тяжело потому что эта система люди уже из хаоса родили систему так вот эти протестантские церкви они более приближенные практичные потому что нету нагнетания что ты какому-то там человеку который в риме сидит или в москве ты должен должен вот постоянно такое ощущение что ты кому-то должен что касается допустим протестантских церквей до люди собрались у людей есть кроме ходят там молятся ведут свои беседы и заодно они организуют организует совместную жизнь в том числе и бизнес и мы из этого сразу приходим к чему веберу и выбер что нам говорил протестантская этика труда то есть работать хорошо в бизнесе не надо обманывать потому что бизнес и труд построена принципов которые общечеловеческие которые изначально были которые если хотите протестантская этика труда да вот она соответственно не надо обманывать своих компаньонов и надо недоплачивать своим работникам работникам не надо как бы игнорировать то что должно делаться соблюдать работать высоким кпд они только часовщину отбывать соответственно а вот такое идет отношение к жизни у протестантов вот опять-таки немецкая классическая философия об этом говорит но если мы это нашей нашей деятельности будем относить то вот мы и строим нашу нашу деятельность как вот по протестантской системе по протестантской этики ведения бизнеса мне кажется это заложено у русского человека это не просто какой-то далекий от нас протестантизм это а именно в нашей системе есть по крайней мере мне лично так кажется и поэтому я наше образовательное агентство ваше в первую очередь образовательное агентство я строю по этому принципу поэтому я предлагаю ребятам в общем-то присоединяться вы увидите что здесь лучше вы можете просто переговорить со многими с моими моими студентами и вы увидите что такое учиться в нашей системе эмигрировать вместе с нами но мы развиваемся и вы просто очень скоро увидите насколько это хорошо именно быть вместе именно такая децентрализованная система ориентированная на интересы каждого отдельного студента эмигранта это ключ к успеху одиночка просто не сможет сделать лучше чем делает система а жестко централизованная иерархическая вертикалью властью система она она подавляет все человеческое поэтому этого не должно быть с этого начиналось все вся деятельность образовательная и миграционная но на этом она должна и закончится ну по крайней мере это не ваш путь спасибо